МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Начало 20 века. Российская империя. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России". Так говорил премьер-министр Петр Столыпин, начавший в 1906 году масштабные экономические реформы. В сентябре 1911 года Столыпин был убит. Но преобразования в России продолжались. Даже Ленин признавал, что при успехе столыпинских реформ революция была бы невозможна. Российская империя переживала невероятный подъем. Основной отраслью российской экономики было сельское хозяйство. Оно приносило до 55,7% государственного дохода. Почти все сельскохозяйственные работы производились вручную или при помощи живой тяги. Но именно Россия оставалась главным мировым экспортером зерновых. Их вывоз составлял 40% всего мирового экспорта. По промышленному производству Россия занимала пятое место в мире. Так по выработке электричества страна уступала США в 60 раз. Но шаг за шагом сокращала и этот разрыв. Темпы роста русской экономики были одни из самых высоких в мире и составляли 8% в год. В 1913 году из империи вывозилось товаров общей стоимостью на 1 миллиард 52 миллиона рублей. При этом ввоз составлял 1 миллиард 37 миллионов. То есть происходило постоянное увеличение золотого запаса страны. Одна только продажа сливочного масла приносила России больше дохода, чем добыча золота. А золото Россия добывала больше всех в мире. Золотой запас более чем на 100% покрывал бумажные деньги. В это же время, например, в Германии золото обеспечивало лишь около 50% денег.